Всем привет! В эфире новости 7+. В студии Анна Фадеева и Ольга Лопатина. Смотрите сегодня. Искусство в виде деталей. В Волгограде начали свою работу интерактивные мастерские с культурологом Андреем Макаровым. Год российского кино. Рейтинг лучших детских фильмов от Саши Федоровой. Новый обитатель Волгоградского океанариума. В Волгоград приехали тюлени из Сахалина. В Волгограде начали свою работу интерактивные мастерские с культурологом Андреем Макаровым. Первая такая мастерская под названием «Искусство в виде деталей. Василий Суриков» прошла в музее изобразительных искусств. Наш корреспондент Евелина Сологубова в составе группы посетила эту занимательную мастерскую. Ведущий лекции Андрей Макаров расскажет слушателям о разных методах толкования живописи. Его лекции всегда интересны и понятны всем ценителям искусства. Андрей Макаров – знаменитый Волгограде искусствовед, доктор философских наук, председатель регионального отделения Российского общества интеллектуальной истории. Я часто хожу на Макарова. Человек очень интересный, очень своеобразный, необычный. Общение с ним очень интересное. Проходят лекции не просто односторонние, а живые беседы с аудиторией. И поэтому это очень как-то живо и интересно. Он не только здесь проводит, он проводит еще в клубах лекции. Сегодня разговор посвящен искусству Василия Суйкова, известного русского живописца, мастера масштабных исторических полотен. В центре внимания картина «Утро стрелецкой казни». Эта знаменитая картина посвящена казни стрельцов после неудачного бунта 1698 года. Художник сосредоточил внимание на душевном состоянии приговоренных и том, что переживает каждый из них в последние минуты своей жизни. При анализе полотна Андрей Макаров использовал метод герминевтики, когда внимание слушателей концентрируется на деталях. Я давно интересуюсь живописью, и мне интересна эта тема, и поэтому и пришла. Я просто больше не знаю никаких лекций о живописи, которые проходят в Волгограде, и мне сама интересна эта тема и как он ее преподносит, саму идею, проблему. И холст, вот он видит холст, и он выявляет какие-то там зацепочки, что-то находит новое и интересное. Любой желающий может пустить подобные лекции. Они проводятся каждый четверг месяца в Музее изобразительного искусства 18.00. Надо отметить, что в Музее изобразительных искусств имени Машкова хранится свыше 9 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства отечественных и зарубежных мастеров. Далее наш рейтинг лучших фильмов для детей от Саши Федоровой. Вот сейчас и узнаем, что нам посмотреть на этих выходных. Всем привет! С вами Саша Федорова и мой детский рейтинг. Сегодня я вам расскажу о лучших фильмах для детей. Итак, на пятом месте легендарный фильм «Один дома». Помните, как мальчик из обеспечности родителей остался дома и смог справиться сразу с двумя бандитами? Вот это храбрость! Мы знаем, что ты там. Это Сота Клаус. И вы их. Проваливайте свои собственные. Это мой дом. Я должен его защитить. Немного не дотянув до призовых мест, на четвертом располагается фильм «Остров сокровищ». Главные герои, которые в мореплавателе, нашедшие карту, на которой были описаны очень странные символы и маршрут. Позже они узнают, что это настоящий клад. Большое дерево на склоне подзорной трубы в направлении к северо-северо-востоку. Золото здесь. А теперь перейдем к почетному третьему месту. Его занимает старик Хаттабыч. В образе главного героя нам предстает мальчик Волька, который, плавая в речке, обнаруживает непонятный сосуд, похожий на лампу. Волька решился открыть его и увидел настоящего джина, который был доволен, что после стольких лет заточения его освободили. Что из этого вышло, вы узнаете, если посмотрите фильм. Женька! Смотри, что я нашел! Поблагодарю тебя! Прекрасный и мудрый отец! Есть, пожалуй, одно средство. Какое средство? Можно следать за другом твоим Женькой на капрем-самолете? Летим! Скорее, летим! Ну а заслуженное второе место занимает фильм «Красная шапочка», снятая по мотивам знаменитой сказки «Шарль Ле Перро». В главной роли Яна Поплавская. Пожалуй, это лучшая ее роль. Ваш поросенок теперь наш. Поросенок наш! Нет, наш. Вы что, купили его? Да. Тогда платите! Пожалуйста! На первом месте в списке лучших фильмов для детей располагается сказка «Бесконечная история». Главным героем является школьник Бастиан. Фильм снят еще в 1984 году, но по-прежнему любим многим поколениям детей. Вдруг лес наполнился ужасающим грохотом, и нечто огромное возникло из темноты. Смотрите фильмы! Увидимся в следующей передаче! Пока! В Волгоградском океанариуме появились новые обитатели. Гости с далекого Сахали на тюлени Ларга проделали путь в 10 тысяч километров. Тюлени нашли зоозащитники на берегу больных и истощенных. Сегодня Катя и Кира, именно так зовут животных, прекрасно себя чувствуют и радуют посетителей. В Волгоградском океанариуме пополнения из Сахалина привезли тюлени, Катю и Киру. У полугодовалых детенышей вышла нелегкая судьба. Их, больных и обессиленных, нашли зоозащитники. Один из них был очень сильно покусан, а другой болел пневмонией. Сегодня тюленинята себя отлично чувствуют и радуют волгоградцев. Малыши, которые очень сильно пострадали, в естественных условиях были просто не способны самостоятельно добывать пищу. Попав к волонтерам, они пошли на поправку. Сегодня, после 8-месячной реабилитации, дружелюбные ребята радуют волгоградцев. Рано утром они там прилетели, мы подготовили им вольер с их морской водой. Сначала животные, конечно, были немножко испуганы после долгого перелета. Но в дальнейшем подружились, познакомились. Программа «Новости 7 плюс» сегодня выяснит, как живется Катя и Кира в солнечном волгограде, чем их кормят и чем они питаются. Присоединяйтесь к нам. Большую часть времени Катя и Кира проводят в воде. В распоряжении малышей аквариум с морской водой и небольшая часть суши, имитирующая заснеженный северный берег. На него они в основном выбираются, чтобы поесть. Питаются тюленятой селедкой, кальмарами, осьминогами и другими морскими обитателями. Первый день малыши не хотели есть. Их заставляли около получаса. Но сейчас они едят с большим удовольствием. В природе пёс-тренер обычно живут своими семьями, но малыши Катя и Кира остались без родителей почти с самого рождения. В переводе на человеческий возраст Катя и Кира еще самые младшие десадовцы. Всего тюлени живут около 25 лет. Каждый из обитателей ясель около 70 сантиметров в длину и весом примерно 45 килограммов. На крупнейшем острове России морские животные нередко становятся жертвами человеческой жестокости и нуждаются в помощи неравнодушных людей. Только за 2016 год их было спасено более 20. Две из которых – Катя и Кира, новые северные жители солнечного Волгограда. Увидеть их может каждый желающий. Малыши обосновались недалеко от входа в большом аквариуме. Там раньше жил их сородич, морской цирковой котик. Предвидите гостей, малыши подплывают поближе. Это были новости 7+. Смотрите нас, и вы обязательно узнаете, что в мире детства происходит еще очень много интересного. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!